Здравствуйте! У нас сегодня совершенно необычное будет занятие. У нас сегодня состоится открытая лекция. И лекцию проведет приглашенный наш гость. Приглашены наши гости Екатерина Комловская, аспирантка Центра современной цифровой истории и Междисциплинарной лаборатории интеллектуальных и адаптивных систем Университета Люксембурга. И это работа Катина уже, я так понимаю, на завершающем этапе своей PhD-стадии. И уже вот несколько лет подряд Екатерина работает над темой, связанной с автобиографиями коренных жителей Австралии и анализом на основе информационных технологий. Поэтому поприветствуем нашу гостью и начнем нашу лекцию. Спасибо большое, Надежда. Спасибо всем и здравствуйте. Я очень рада с вами познакомиться. Мне очень интересно будет вам рассказать про мой проект, услышать ваши вопросы, комментарии. Давайте приступим. Сейчас я поделюсь своим экраном, настрою быстренько. Так. Вот, скажите мне, вы видите только слайды и не видите мои заметки, правильно? Да, слайд видно, но в середине еще такое маленькое окошечко, что документ would not to be autosaved. Сейчас оно... Так, давайте попробуем. Я переключу слайд. Оно исчезло или нет еще? Нет, оно осталось. Минутку. Так, сейчас я его уберу. А, я вижу. Так, хорошо. Технологии. Ай-яй-яй. Вот так. Прекрасно. Теперь хорошо? Да, сейчас выключу. Прекрасно, начинаем. Итак. Да, значит, это будет рассказ про мой докторский проект. Мой докторский проект уже, как Надежда сказала, в завершающей стадии, последний год. И я расскажу вам про предварительные результаты этого исследования. Мой проект посвящается компьютерному анализу дискурсов в корпусе автобиографии коренных народов Австралии с помощью векторного моделирования, или word imbalance. Почему я выбрала объектом своего исследования автобиографии австралийских коренных жителей? Этот жанр относительно новое явление в мировой литературе. Но вместе с тем эти автобиографии считаются учебниками австралийской истории. Почему? Австралийские аборигены создали одну из самых старейших непрерывных культур в мире. Считается, что они населяют континент более 50 тысяч лет. Сегодня они составляют около 3% населения страны. Это порядка 500 тысяч человек. Это не одна культура, не один язык, как вы можете видеть на карте. Каждый из этих цветных фрагментов – это отдельная культура, отдельное племя, отдельный язык. То есть это множество культур. Когда европейцы пришли на континент в конце XVIII века, на континенте жило около 500 разных племен. По разным оценкам от 1 до 3 миллионов человек. И у них была очень сложная социальная организация, очень много, несколько сотен языков. У них не было письменности, они передавали свои легенды, истории из поколения в поколение устно. Теперь перенесемся на минутку в Британию этого времени. Британское предельство еще с XVII века отправляло своих заключенных в свои заморские колонии. У них были колонии в Северной Америке. Но в конце 1770-х в Америке начинается борьба за независимость, война за независимость. И каторжникам нужно найти новое место. И тут как раз Джеймс Кук в 1770 году объявляет восточное побережье Австралии британской территории. Ну и Британия решает, почему бы и нет, давайте используем эти земли для наших осужденных, отправим их туда. И в 1788 году так называемый Первый флот, а по сути это были плавучие тюрьмы, прибывает туда, где сейчас стоит Сидней. И это становится, по сути, началом конца для австралийских аборигенов. Почему? Колонизация начинается и продолжается путем основания и расширения по всему континенту поселений. Вырубаются леса, кустарники, а это как раз то место, где аборигены охотятся, собирают для себя еду. То есть экосистема абсолютно нарушена. Европейцы заносят в Австралию болезни, в которой у аборигенов нет никакого иммунитета, сокращается население. Те, кто остается в живых, их иногда добровольно, иногда насильно отправляют в резервации, в миссии христианские. И к 1921 году в стране, на континенте, остается 20 тысяч человек. Из одного, а то и трех миллионов остается 20 тысяч аборигенов. И, конечно, правительство Австралии настаивает, что все эти меры для сохранения популяции аборигенов. Но, по сути, проводится официальная политика ассимиляции, отбеливания, где дети забираются из аборигенских семей, отправляются жить и работать в европейские семьи. И государство контролирует все сферы жизни аборигенов. Где им жить, как им жить, с кем им жить, где работать, как получать деньги. И такая сплачевная ситуация не могла остаться без отклика в самих аборигенах. Они жили после войны в 50-е годы в бедности, на окраинах городов, подрабатывали, где придется. У них нет гражданства. До 1967 года у них не было ни гражданства, ни права на голос. И между миром аборигенов и миром европейцев существовала тогда огромная пропасть. Это середина 20-го века. И белое население Австралии в большинстве своем не знает о проблемах аборигенов. Хотя они живут на окраинах их городов, где живут европейцы. И большинство из них не знает и не волнуется об этих проблемах. Но в 60-е годы по всему миру, в принципе, начинается борьба за права коренных народов. И борьба против расизма. И до Австралии эта волна тоже докатывается. И как белые жители Австралии, так и аборигены начинают бороться за права аборигенов. И вот в связи с этим, как мне кажется, как результат начавшейся этой борьбы, в 50-е и 60-е годы аборигены начинают писать о своих впечатлениях от всей этой истории, о своих воспоминаниях. О колонизации, о том, как они испытывали последствия колонизации. Как в начале, как их предки испытывали колонизацию, так и они в середине 20-го века, как на них это все повлияло. И вот моя цель в этом исследовании была, в частности, в создании корпуса таких автобиографий. Его корпуса на момент начала моей работы не существовало. Хотя я идентифицировала таких работ около 300. Они были опубликованы между 1950-м и настоящим временем. Около 300 таких книг было издано. И я хотела посмотреть, как авторы пишут о своих воспоминаниях на разные темы. И как эти воспоминания, как слова, которые они используют в описании этих воспоминаний, как они меняются со временем. И, конечно, с точки зрения компьютерной лингвистики, с точки зрения цифровой гуманитаристики, это был эксперимент по использованию набирающего сейчас обороты метода векторного моделирования текста в гуманитарном исследовании. В первые два года я активно собирала материал. 93 книги я получила через дружественные европейские библиотеки. Отсканировали мы их и добавили к этому еще онлайн опубликованные ресурсы. Сканировали мы их в нашей лаборатории в университете Люксембурга вот таким роботом-сканером. Он не требует активного вмешательства человека. Сканирует одну стандартную книгу примерно в течение получаса. Потом там требуется дополнительная обработка ручная, но не так много. И в результате мы получили вот такие красивые, яркие и позволяющие текстовый поиск по ним, PDF-файлы, и перевели их в формат текста. Книги эти написаны на английском языке, я не упомянула. И текст из PDF потом был преобразован в простой текст, так называемый. Формат, который мы могли уже использовать как вводные данные для алгоритмов. Корпус мой до обработки был 6 миллионов слов. После первичной обработки он составил в два раза меньше, около 3 миллионов слов. Что за первичная обработка? Мы убрали слова, которые в контексте моего исследования не несли смысловой нагрузки. Например, числительные, мы убрали пунктуацию, убрали числительные служебные слова вроде M, I, will, would. И вот осталось у нас почти половина. Почти половина от изначального количества. И вопросы, которые я задавала к своему корпусу, обратилась. Это какие ключевые дискурсы, и как эти ключевые дискурсы исследуются, описываются авторами. И ключевые дискурсы я определила как идентичность, то есть как люди себя определяют. Отношение к земле, отношение их к пище и какие-то воспоминания, связанные с пищей. Я потом поясню, почему. И гендерные стереотипы. Обнаружит ли наша модель какие-либо гендерные стереотипы в тексте. Ключевую роль в этом исследовании, как и во многих других исследованиях цифровой гуманитаристики, играла операционализация, так называемая. Это термин, который ввел в цифровую гуманитаристику Франко Моретти. Операционализация – это то, как мы переводим понятие, которое нам интересно, из гуманитарной области в область компьютерную. Как мы можем измерить технически то, что нам интересно. Например, здесь мы хотим исследовать дискурсы, что именно мы измеряем с точки зрения компьютера, когда мы говорим, что мы измеряем дискурс. Дискурс мы определяем. Как известно, дискурс – это сложное понятие. У него много определений, но в рамках моего проекта я определила его как высказывание, которое выходит за рамки предложения. То есть это что-то близкое к понятию текст. Плюс, согласно теории дискурсивного анализа Фуко, мы добавляем сюда властные отношения и какие-либо идеологии, которые повлияли на создание этого текста, и его становление, и его актуализацию. И как мы это операционализируем для компьютера? Как мы можем представить дискурс, вот это понятие, в виде набора операций, которые может для нас выполнить компьютер, чтобы мы могли как-то проанализировать это? И я хотела спросить у моего корпуса, какими словами авторы описывают те или иные понятия, те или иные явления. И чтобы операционализировать этот вопрос, я выбрала метод операционализации через мой метод, через векторное моделирование текста. Векторное моделирование. И я спросила себя и алгоритм, как мы можем найти в огромном, многомиллионном массиве текста слова, с помощью которых авторы описывают какие-то наши интересующие нас понятия. Как мы можем найти такие слова, которые во всем корпусе имеют тенденцию потребляться в одном смысловом поле с интересующими нас словами. И тут на помощь нам приходит дистрибутивная семантика. Это область лингвистики, которая исследует смысловые отношения между словами на основе их распределения в большом массиве лингвистических данных. То есть есть гипотеза, которая лежит в основе этого подхода. Эта гипотеза – дистрибутивная гипотеза. Она говорит о том, что если мы исследуем огромный массив текста, то слова, которые имеют тенденцию потребляться в одном или схожем контексте, они, как правило, имеют схожее значение. Так вот, например, примеры на экране. Если мы скажем кому-нибудь, я люблю готовить, живет в море. И добавим еще немножко текста. Например, она запекла в духовке, они поймали это на морской прогулке. Мы видим, что вот это слово, оно употребляется в схожем значении. Готовить похоже на запекла в духовке по смыслу, море, морское. Мы можем догадаться, что здесь речь идет не о курице и не о шкафе. Здесь что-то, что можно приготовить, что живет в море. То есть из контекста мы можем уже вывести смысл. Вот в этом и есть идея дистрибутивной семантики, дистрибутивной гипотезы. И как нам это может помочь исследовать дискурсы? Помните, как я решила считать дискурсом слова, которые находятся в одном семантическом поле с интересующим нас понятием? Например, если мы хотим изучить дискурс идентичности, мы будем смотреть на слова, которые во всем нашем корпусе чаще всего любыми другими, всеми авторами употребляются ближе, пространственно, ближе к слову идентичность. Так мы определим вот это семантическое поле. Но как мы можем это сделать для трех миллионов слов? Мы создаем модель корпуса, где каждое из слов в нашем корпусе, каждое уникальное слово, то есть у меня в корпусе три миллиона слов, но уникальных слов там 70 тысяч. Вот все эти 70 тысяч слов, они будут обращены в векторы, расстояние между которыми будет отражать их смысловую близость. Сейчас я поясню, что это значит. Вектор слова, давайте вспомним, что это значит вектор. Это точка в пространстве, но это еще и направленный отрезок прямой. Вот на картинке здесь видно, что, например, D1, D2 и Q – это векторы, векторы каких-либо слов. И расстояние между ними можно измерить с помощью косинуса между углами, косинуса угла между этими векторами. Так мы измеряем расстояние между ними в этом пространстве, и, соответственно, так мы измеряем их смысловое расстояние. Чем ближе векторы друг к другу, тем ближе они семантические. Чем они дальше, тем они друг от друга дальше в смысловом поле. Справа мы видим изображение. Это может быть, вот такой вектор может быть у слова. Это многомерное пространство, и количество измерений в нем задается исследователям, мной. И исследования не пришли к консенсусу, сколько должно быть этих измерений. И они устанавливаются экспериментальным путем, в общем-то, от 50 до 200 обычно. Здесь я не помню, сколько, здесь, наверное, 100, скорее всего. Но вот это устанавливается человеком, который использует алгоритм. И для создания таких векторов, то есть для перевода слов в векторы, я использовала алгоритм, который называется Word2Vec – слово к вектору. Было доказано экспериментами, что векторы, которые получаются в результате использования этого алгоритма, они очень хорошо отражают семантику. То есть что происходит? Алгоритм анализирует весь корпус и смотрит, как слова употребляются в нем во всем корпусе, во всем многомиллионном корпусе, и выводит закономерности. И на основании этих закономерностей он расставляет слова в этом многомерном пространстве всех слов корпуса так, что близкие по смыслу слова ставятся ближе, далекие по смыслу слова расставляются дальше. И, соответственно, мы так можем измерять между ними расстояние. И вот типичные исследования показывали, что эти векторы, которые получаются в результате Word2Vec, они отражают смысл так хорошо, что можно проводить даже аналогии, что, например, направление векторов также несет смысл. Скажем, король относится к королеве так же, как слово мужчина относится к слову женщина. Или слово в английском walking – walked, то есть там отражаются даже грамматические особенности слов, разные времена, отражаются такие отношения, как страна и ее столица и так далее. То есть это очень интересный метод для исследования семантики. К сожалению, у нас сегодня не будет достаточно времени, чтобы рассказать о том, как именно алгоритм это делает. Я в конце слайдов добавила несколько ссылок на русскоязычные статьи, очень хорошо объясняющие этот процесс. По сути, это, если вам знакомо понятие нейронная сеть, это и есть нейронная сеть, очень простая, с одним слоем. Она проводит некоторое предсказание, и это предсказание – это не наш конечный результат. Мы просто, грубо говоря, после окончания работы алгоритма вытаскиваем, как из улья, вытаскиваем внутренний слой этой сети и используем эти цифры в качестве векторов. Потому что мы знаем, что этот алгоритм работает так, он оптимизирует некоторые предсказания. И если он сделал все правильно, вот этот внутренний слой, который мы вытащим, он будет очень хорошо представлять сематические свойства слов. Это, грубо говоря. И, конечно, если мы делаем это с многомерным пространством, там 50, 100, 200 измерений, мы не можем себе представить это. Поэтому существуют механизмы, еще алгоритмы, которые переводят 50 или 100 мерный вектор в 2-3 измерения. И мы можем это легко визуализировать и анализировать, интерпретировать. Это, например, вот этот Embedded Project, это одна из таких программ. Она доступна в бесплатном доступе онлайн. И туда можно загрузить вектор вместе со словами, и она переведет их в удобоваримый читабельный формат для человека в 2-3 измерения. И можно будет там поиграть, покрутить все это красиво и исследовать. И вот здесь мы как раз видим, что ключевое слово, если ввела, это день рождения, birthday. И все слова, которые модель расставила как близкие к нему, вот они здесь справа, я показываю, они расставлены в порядке убывания от ближайших к далеким. То есть самое ближайшее слово к слову день рождения наша модель поставила как Рождество. Потом она там поставила дни рождения в множественном числе, Рождество опять отмечать, 16-е, свадьба, внук, 10-е, 9-е. То есть это то, как авторы нашего корпуса используют слова, чтобы описать день рождения. То есть это не один автор, это 93 книги. И вот это все, это картина всего корпуса. Вот так в корпусе это все исследуется. И это и есть дискурс. То есть вот как мы операционализировали дискурс, как набор ближайших к нашему ключевому понятию слов в модели, вот так мы здесь и видим, что дискурс, слово дня рождения мы можем определить как набор вот этих слов справа. Это будет то самое, что мы хотим исследовать. И потом уже можно будет его интерпретировать интерпретировать с точки зрения нашего знания о самом корпусе, об истории его создания и так далее. Это уже вопрос, которым будет заниматься исследователь гуманитарии со своей точки зрения. Вот, соответственно, мы возвращаемся к операционализации и определяем дискурс как слова, векторы которых имеют минимальное косинусное расстояние до вектора ключевого слова вот в этой построенной модели. И в своем исследовании я остановилась на двух дискурсах. Дискурсии идентичности и земли. Поскольку в исследованиях, исследованиях жанра австралийской автобиографии коренных жителей, эти два дискурса, они наиболее часто упоминаются как ключевые, наиболее важные. Кроме того, я хотела посмотреть на некоторые материальности, например, пища, как отражение культуры, отражение идентичности и некоторых аспектов политики. Идентичность – это, как я уже сказала, одно из центральных понятий жанра. Что такое идентичность? Это то, как мы определяем себя, принадлежность нашу к той или иной группе – социально-экономической, политическая, профессиональная. Например, я женщина, я лингвист, я русская. И вот это понятие идентичность, оно стало центральным понятием не только для автобиографии австралийских аборигенов, но и для всего постколониального литературного пространства в целом. Потому что как результат колонизации, коренные жители Австралии, как и других народов колонизованных, они столкнулись с проблемой самоопределения, когда европейцы их забирали детей, перемещали в белые семьи. Как они выросли, эти дети, кем они себя считают? Вот на примере корпуса я хотела как раз изучить, как авторы себя определяют, как они пишут о своих ролях в обществе, о кризисе идентичности. Поскольку еще считается, что жанр австралийской автобиографии, он своей целью как раз ставит построение этой новой идентичности, поиск своих корней внутри себя. И вот анализ мой, анализ вот этой нашей модели, он показал, что самое близкое слово к слову идентичность оказалось слово aboriginality, которое определяется как идентичность коренного жителя Австралии. То есть я делаю вывод, что авторы автобиографии, они себя прежде всего считают австралийскими аборигенами. Нужно отметить, что это этническая идентичность, то есть это в понимании авторов выше, чем классовая идентичность или гендерная идентичность, гендерное самосознание. Для них важнее всего, что они принадлежат к коренным народам Австралии. Вместе с тем важно заметить, что это колониальный конструкт, то есть до прихода на континент европейцев этого понятия вообще не существовало. Они жили, они не знали, что они аборигены. Это то, что внесли европейцы. И теперь авторы считают важным упомянуть этот факт, когда они говорят о себе. Остальные ближайшие слова я разделила на несколько семантических полей. Например, помимо аборигеналити мы видим слова, которые, на мой взгляд, относятся к полю культура. Культура, культурные наследия, ценности. Другая часть – это последствия колониализма. Например, стереотипы, контексты, предопределения, предрассудки, какие-то негативные слова. И есть слова, которые определяют происхождение людей, происхождение, отношение их к аборигенам. И гендерные слова, например, гомосексуальность, сексуальность и гендерный. Вот так они описывают идентичность свою. Из этого всего я делаю вывод, что для авторов идентичность – это прежде всего их принадлежность к коренным народам Австралии, но еще и общая культура и происхождение. И это очень важно, потому что это в корне отличается от того, как европейцы определяли, принадлежит этот человек к аборигену или нет, считать его аборигеном или нет. Когда колония набирала обороты, они считали, что аборигеном считается человек в соответствии с его пропорциями крови. То есть если у тебя, например, недостаточно аборигенской крови, а кровь измерялась, например, родители оба аборигены, или есть европейцы родители один и так далее. На четверть ты абориген, на половину ты абориген. Если у тебя недостаточно темная кожа, например, ты, может быть, тоже не должен считаться аборигеном, и тогда тебя, как ребенка, можно забрать из семьи, поселить, ассимилировать тебя, забрать тебя в европейскую семью. То есть они не смотрели на самоопределение. Для них кровь и цвет кожи были важнее. Вот это важно. Кроме того, я изучила дискурс земли. Почему земли? Потому что когда европейцы прибыли на континент, они сразу заявили, Австралия, наш новый найденный континент, это ничья земля, терра нулиус. Естественно, она не была ничья, австралийские аборигены там уже 50 тысяч лет жили. Но для европейцев это терра нулиус понятие, это дало право им присвоить землю себе, что они сделали. И в анализируемых автобиографиях мы видим, что авторы делают акцент на именно вопросах, кому земля принадлежит и на каком основании. Они много пишут о правах, о владении, упоминают нулиус как часть терра нулиус, пишут о законодательстве и так далее. И вторая семантическая группа здесь, мне показалось, это традиции культуры. И я так для себя определилась, что это то, как они обосновывают право свое на эту землю. Они считают, что они имеют право обладать этой землей, поскольку это традиционная земля их предков, которые на протяжении многих десятков тысяч лет ухаживали за этой землей, были ее кастодианцами, присматривали за ней, заботились о ней. То есть это земля их предков, и на основании этого они должны иметь на нее право. Кроме этого, я еще посмотрела, помимо обобщенного анализа, сделала анализ по декадам. Я разделила мой корпус на шесть подкорпусов по декадам публикаций книг, по десятилетиям публикаций книг, и рассмотрела те же самые вопросы в каждом из десятилетий. Я обратила внимание на то, что, например, в 1950-70-х, в период начала вот этой борьбы за права аборигенов, вопросы владения, вопросы права на владение землей активно не обсуждались. В основном, ближайшие слова к слову «земля» были слова, связанные с ландшафтом, то есть море, земля, красивый и так далее. Вопросы прав и владения начинают обсуждаться только в 80-х, как бы догоняя исторические события. То же самое происходит в 90-е, когда в корпусе появляются слова, связанные с добычей полезных ископаемых. Это также связано с тем, что с 60-х по 90-е добыча полезных ископаемых в Австралии переживала бум, и, естественно, остро вставали вопросы, кому земля принадлежит и кому должны принадлежать эти ресурсы. И это очень обсуждалось много в обществе, и в 90-е это как бы перекочевало в тексты, которые писали аборигены. И мне еще бросилось в глаза, что в последние несколько десятилетий, в 2010-2020 годы, появились оценочные суждения в словах близких к слову «земля». Например, они стали называть поселенцев, то есть в исторической литературе и в медиа, в СМИ, поселенцы, которые приехали в первом флоте, они назывались поселенцами. Но в книгах последних десятилетий очень часто мы видим слово «завоеватели», даже не «завоеватели», а «оккупанты», «захватчики». То есть здесь авторы книг активно меняют дискурс, они хотят, чтобы вот этих поселенцев видели не как мирных поселенцев, а как захватчиков. И вот это заселение территории Австралии, которое произошло далеко не мирным путем, оно не считалось заселением, оно должно, как они считают, называться оккупацией. То есть вот так мы видим, авторы меняют дискурс активно, через тексты, они меняют то, как мы видим мир. И кроме вот этих двух дискурсов, я также обратила внимание на воспоминания о пище. Почему пища? Потому что такие воспоминания часто несут в себе глубинные смыслы, связанные с культурой, идентичностью, иногда даже политикой и структурами власти, социальным устройством общества. Например, какие-то продукты или способы их приготовления могут быть связаны напрямую с классовым положением человека или с колониальным режимом, может быть, какие-то диеты, особые и угнетения. Вот это мне было интересно, я решила на это посмотреть и на наши модели. И что я обнаружила? Самое ближайшее слово к слову «еда» это было слово «така». Это слово из австралийского сленга. Оно просто означает «еда». Оно может означать «еду в целом», как вот в предложении «Мы спрятали всю еду и забрались на дерево». Но если оно употребляется со словом «буш», «лес», то это словосочетание означает традиционную еду, коренного населения Австралии. Это лесная еда, та еда, которую они собирали для выживания. Это животные, птицы, ягоды, фрукты и так далее. Вот это не только, получается, указатель географической, этнической принадлежности, но и традиции, которые аборигены поддерживали. Причем интересно то, что книги написаны в 20-м столетии, 20-м веке, почему они пишут про буштака, почему они пишут про лесную еду, когда они уже не охотились. Важно даже то, что охотиться им особо не разрешали, европейцы. Причина была, во-первых, в том, что пайки, которые выдавались европейцами, их было недостаточно. Например, вот здесь автор пишет о своих детских воспоминаниях, что они пытались сбежать из миссии, чтобы пойти побежать в лес и найти какую-нибудь еду в лесу, таких ящериц, ягод. Они были голодные дети на этих миссиях христианских, поэтому они продолжали делать то, что делали десятки тысяч лет их предки. Кроме того, это один из способов сохранения традиций. Даже в конце 20-го века люди собирались с семьями, друзьями, шли в лес на месяца и делали то же самое, что они делали, когда они были детьми. Они ходили, добывали эту еду, просто чтобы сохранять, передавать друг другу эти традиции. Кроме того, еще один сосед слова «еда» это были консервы. И тоже такой вопрос, почему консервы? Одна из причин – это консервы, которые выдавались в пайках. европейцы платили аборигенам, которые работали на них на фермах, например, они получали зарплату не деньгами, а пайками. И в пайках были консервы. И вот одна из причин, по которой консервы так часто встречаются в сочетании, не в сочетании, а близко к слову «еда». И также консервы получали аборигены из благотворительных организаций, наверное, в практических целях, чтобы они не портились, потому что у многих аборигенов, даже когда у белых австралийцев уже появились холодильники, у многих холодильников не было. Поэтому консервы – это была обычная еда. И третий момент, который мне бросился тоже в глаза, это то, как многие-многие-многие авторы пишут о том, как консервы были для них деликатесом, что открывались консервированные фрукты на празднике. И в стране, которая кишит свежими фруктами, вот этот факт очень… Он просит дополнительного исследования. Почему так было? Почему аборигены пишут о консервированных фруктах как деликатес? Наверняка от бедности и от скудности их еды. Вот такие моменты. Здесь видно, что воспоминания, связанные с едой, они не просто о еде, они далеко не просто о еде. Они включают в себя очень много и политики, и истории, и идеологии. И последний момент, который я изучила, это гендерные стереотипы. Вот этот алгоритм Word2Vec, он известен тем, что он позволяет исследовать, как в большом корпусе слова располагаются ближе к женским словам или ближе к мужским словам. И в соответствии с этим тексты отражают гендерные идеологии, которые в нашем обществе присутствуют. То есть если мы исследуем, например, тексты Википедии, огромный массив данных Википедии, которые есть в общем доступе, там очень ярко бросается в глаза, что какие-то профессии ближе расположены к женщинам, какие-то к мужчинам, и это все отражает существующие в нашем обществе стереотипы. Вот я хотела посмотреть, есть ли какие-то такие стереотипы в моей модели и что я обнаружила. В целом вот этот стереотип, который я исследовала, относящийся к слову домашней работы, это стереотип, который отражает известные исторические факты. К мужчинам, мужчины, мужские обязанности включают здесь в себя работу со скотом, лошадьми, вывозку леса, плотницкое дело, а женщины, как мы видим, занимаются уборкой, стиркой, мытьем посуды и домашним хозяйством в целом, детьми. И профессии, которые женщин здесь упоминаются, это типично женские, стереотипично женские профессии, как парикмахер и швея. И такое разделение труда в обществе австралийских аборигенов, оно было описано, конечно, в исторических источниках. В 20-30-е годы женщины аборигенского происхождения использовались европейцами в качестве домашней рабочей силы, домашний персонал, а мужчины, они работали на мужской труд, европейцы рассчитывали на фермах в основном, потому что в то время европейских рук не хватало, не все хотели работать на фермах, а аборигенам можно было платить пайками или вообще не платить. И сейчас то, как мужской, да, не только мужской, аборигенский труд, рабочая сила использовались тогда, они приравниваются к рабству в современной литературе. Поэтому мы видим, что модель, она действительно отразила интересные исторические факты. Теперь в завершение хочу отметить, что эта модель, она имеет ограничения. Во-первых, она требует работы с большим объемом данных. Как я сказала, у меня было 3 миллиона слов, но это по современному исследованию, это минимум. И несмотря на то, что модель, в общем-то, неплохо справилась с работой, рекомендуется использовать больше, больше объема данных. Но есть оговорка, если корпус однородный, например, одна тема, то есть он не прыгает там с медицины, на технологии и так далее, то допускается использование меньшего объема данных, как в моем случае, например. Более того, есть вопросы к воспроизводимости таких исследований. В алгоритме есть особые процессы, которые случайные. Там случайные цифры каждый раз, когда мы используем этот алгоритм, даже с одними настройками на одном корпусе, каждый раз он дает нам разные векторы. Они чуть-чуть отличаются, но тем не менее они отличаются. И с точки зрения науки, с точки зрения воспроизводимости такого эксперимента к моделям есть вопросы. Но есть и ответы, они тоже за рамками этого сегодняшнего нашего разговора, но ответы на эти вопросы тоже уже есть. И последнее, что я хочу отметить, что моделирование, вот такое моделирование корпуса, это как частичка пазла. Когда мы исследуем корпус, интересно и полезно к нему подойти с разных точек зрения, с разными методами. И каждый этот метод, он нам даст отдельный результат, который мы потом сложим как пазл, мы вот эти все кусочки складываем, и даже если каждый из кусочков, он имеет свои ограничения, недостатки, если мы потом посмотрим на картину, которую все эти кусочки нам дают, с учетом всех этих вопросов методологических, мы придем к интересной новой картине исследуемого корпуса. Поэтому это не пустой эксперимент, это все очень интересно. И напоследок, в слайдах я добавила несколько рекомендаций про алгоритм, про то, как он работает. И если вам интересно освоить язык, который используется в имплементации этого алгоритма, как правило, это Python, тоже есть много бесплатных ресурсов на русском языке, которые помогут вам освоить язык. И на самом деле имплементация алгоритма, она очень проста, если вы освоите самые базовые понятия Python, то с любым вашим корпусом текстов вы можете провернуть то же самое, и это достаточно просто. Вот и все. Спасибо большое вам за внимание. Это мой email, мой Twitter. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите. Спасибо. Жду ваших вопросов, комментариев. Катя, спасибо большое. Было очень интересно. У меня очень много вопросов, но я бы уступила возможность студентам задать эти вопросы. Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь, вы можете Кате задать любые вопросы, касаемые ее исследования, или, я не знаю, что вы там зачтете необходимо. Тут от нас уже ушел, к сожалению, я зачитаю, Андрей Леонидович Хохоряков. Он пишет. Екатерина, очень впечатляюще. Если не смогу остаться до завершения презентации, попрошу надежду передать ваш ответ. Вопрос. Для вашего исследования была отсканирована масса литературы, используя ракотворные сканы. Как возможно работать с такими объемами текста при соблюдении копирайта? Иначе говоря, вы запрашивали у авторов разрешение для работы с этими текстами, и как в этом вопросе способствуют архивы и библиотеки. И тут по скриптам. Крайне интересно было послушать о пище и земле. Вспомнила Леви Стросса и Джеймса Джорджа Фрейзера. Надежда, спасибо за возможность присоединиться. Я, значит, уступаю. Можно ответить, да? Да, да, конечно. Да. Прекрасный вопрос. На самом деле, очень важный вопрос. Меня он волновал с самых первых дней. Я переживала, что я буду делать. Все работы без исключения они под копирайтом. Они сейчас, они были написаны в 20 веке. Я обратилась к... Во-первых, начнем с того, что я изучила все, что было на эту тему написано в интернете. Конечно, это считается такой серой зоной, но Digital Humanities, цифровая гуманитаристика, она работает с многими такими источниками. И я обратилась к юристу в Университете Австралии, когда я ездила туда. И я специально с ним прямо лично поговорила на эту тему. И он меня уверил, что согласно законодательству на эту тему, если тексты под копирайтом используются исключительно для личного исследования и никуда не выкладываются в открытый доступ, то это попадает под одну из глав закона, где это разрешается. То есть это нормально. Если быть с данными аккуратными, если их никому не передавать, то такие исследования, они позволительны. Я не запрашивала разрешение ни у авторов, ни у издателей. И вопрос еще интересный с точки зрения воспроизводимости исследования, потому что для воспроизводимости исследования считается, что нужно в открытый доступ выкладывать и описание метода, и данные, над которыми исследование проводилось. Но я не могу выложить данные, поскольку они под копирайтом. Как я буду это обходить? Я буду выкладывать модели. Модель – это будет список слов, кучей 70 тысяч слов, и список их векторов, цифровых векторов. То есть из них текста не воспроизвести. Это просто пакет слов и цифр. Поэтому и эта модель, она поможет воспроизвести в полной мере, достаточно полномеримый эксперимент, чтобы проверить его или поэкспериментировать с ним дальше. Надеюсь, ответила на вопрос. Есть вопросы у Владимира. Владимир Фурлет, пожалуйста. Да, можно ли спросить о том, что, я так понимаю, захватывается помимо Австралии же еще океания или нет? Ну, в принципе, вся океания, не только Австралия. То есть перебрежная, островая. И не искали ли вы аналогии с какими-нибудь австроназийскими языками, там, полиазиатские какие-нибудь народности? Так как мы все знаем, 80 тысяч лет назад, там, когда-то даже не 80 тысяч, а 8 тысяч лет назад, перешейхи. То есть от Японии до Австралии, которые соединяли, грубо говоря, наши континенты существовали. И также вопрос, можно ли сказать, что Айны – это те австралийцы, которые не дошли до как раз-таки нашего континента? Спасибо за вопрос, Владимир. Про Айнов ничего не скажу, к сожалению, не моя тема. Но очень интересно было бы узнать. Они, конечно... Значит, океанию в целом я не рассматривала, я смотрела только на Австралию и ее острова. Австралия... Так, аборигены Австралии и аборигены островов Тороса, как это по-русски, пролива Тороса, они разные совершенно культуры. И у меня в корпусе есть и аборигены Австралии, и несколько книг, написанные аборигенами островов Тороса. Но это все считается Австралией, страна Австралия. Другие острова я не рассматривала, и сравнивала ли я их с другими нациями, с другими народами. Я начала, но я оставила это на дальнейшие исследования, потому что это слишком большая, большой масштаб. Я цифровала тоже несколько книг, всего пять или шесть книг аборигенов США, коренных народов США, для сравнения, провела тоже небольшой анализ. И оставляю я для дальнейших исследований сравнение с, скажем, Маори, с новозеландскими коренными народами. Мне кажется, что это очень-очень-очень интересная тема, но это требует создания аналогично большого корпуса. И у меня, к сожалению, в рамках моей работы просто не было бы ни ресурсов, ни времени на это. Но вопрос, да, вопрос очень актуальный. Сравнить все эти дискурсы в разных корпусах коренных народов. Это очень перспективно, мне кажется. Еще в чат пришел вопрос от Екатерины Шлыковой. Спасибо за интересную презентацию вашего исследования. Правильно ли я понимаю, что семантические поля были выделены на основе близких по семантике лексем, выделенных Embeddings Projector? Не совсем близко, но не совсем. Embeddings Projector это только для визуализации. И там такой вопрос, то есть семантически близкие слова были выявлены не Projector, не этой программой, а именно моделью. То есть модель, алгоритм World's Web, он именно этот алгоритм проанализировал корпус и расставил слова в пространстве на основании их семантической близости. То есть близкие по смыслу слова алгоритм поставил ближе, дальние по смыслу слова поставил дальше. А Embeddings Projector он всего лишь визуализирует эти отношения, чтобы нам можно было их увидеть. Он переводит многомерные векторы, которые состоят из 50, 100, 200 измерений в формат двух-трех измерений, которые мы, люди, можем увидеть, визуализировать, понять. И Embeddings Projector он тоже немножко искажает картину. На самом деле есть критика по этому поводу, потому что когда он производит эту трансформацию из 200 измерений в 3, он искажает немножко отношения между словами. Но не так критично для наших исследований это не критично. Но про это нужно помнить, когда мы смотрим на плюсы-минусы методов, когда мы критически к этому подходим, очень важно знать о таких ограничениях. Embeddings Projector у него есть такой момент. Я вот еще в догонку задам вопрос по поводу того, каким образом ты работала вообще с семантическим ядром вот этих вот слов, которые являются значимыми для корпуса. Или тебе изначально были интересные отдельные темы, с которыми ты уже работала? То есть, каким образом отбор слов происходил? Да, отличный вопрос, Натя, спасибо. Короче, когда я выбирала слова, конечно, у меня изначально был список на самом деле из 20 ключевых слов, которые я очень хотела исследовать. У меня был список помимо идентичности из земли, там у меня была колонизация, дети, детство, геноцид. У меня было очень много слов, которые я вывела просто из анализа академической литературы по поводу жанра. Когда я провела критический обзор литературы относительно жанра австралийских, аборигенских автобиографий, вот эти все темы, они вылезли как ключевые для этого жанра. И я их всех, я составила список, и мне было, конечно, интересно посмотреть на все эти темы, но в итоге просто, опять же, из-за ограничений по времени, ресурсам я не смогла, поэтому я остановилась пока на двух, остальное, наверное, оставим на потом. Еще вопрос был от Никиты. Никита поднимал руку. Никита Насонов. Интересно, он вернется, я ему дам слово. Да, он куда-то отошел. Так, у нас есть поднятая рука. Так, кто у нас руку поднял? Алена. Ну, это, наверное, вопрос, а отбеливание – это прям термин, который используется для этого процесса, или это какой-то ваш собственный вклад в это исследование? Или если это отбеливание – это прям термин, то что почитать на эту тему можно? Или это вот те ссылки, что вы оставляли, это тоже в том числе? Спасибо за лекцию. Да, спасибо большое за вопрос, очень интересный вопрос. На самом деле, я просто встречала этот термин, поскольку я пишу работу на английском языке, мне этот термин встретился просто в статье на эту тему на русском языке. Возможно, это термин, который употребляется в русской литературе, я просто не читала русскую литературу по этому вопросу. Но на самом деле вайтнин, скорее всего, этот термин просто переведен со слова вайтнин английского. Что подразумевается под этим? Дети забирались из семей аборигенов, чтобы их воспитывали в ключе белого населения, чтобы их ассимилировали полностью, чтобы они, если они были рождены в смешанных браках, в смешанных не браках, а в смешанных семьях, кожа у них была не такой темная, как у ребенка, который родился в абсолютно аборигене. аборигенской семье. Поэтому на основании этого этих детей считали недостаточно аборигенами и достаточно европейцами, чтобы можно было из него сделать европейца. Вот под этим, это подразумевается под отбеливанием, что если мы его поместим, сейчас пока не поздно, мы поместим его в белую семью, он вырастет белым человеком. Вот это они хотели сделать. Вот это подразумевается под отбеливанием. Что почитать? Я обязательно вам что-нибудь могу найти, присылать, если вам интересно, отдельно. Но на самом деле это все, это все часть политики ассимиляции. Если вы хотите что-то почитать, просто можно найти много интересного про австралийскую политику ассимиляции. Эта политика преобладала в Австралии до 60-70-х годов нашего века. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. У меня схожий вопрос есть еще по поводу текущей ситуации. Насколько вообще вот этот посттравматичный синдром силен сейчас? Какие мероприятия может быть принимаются? И насколько вот эта вот травма видна, вот артикулируется в самом корпусе? Спасибо за вопрос. Посттравматичный синдром это то, что называется generational травма, которая из поколения в поколение продолжает передаваться. Конечно, если мы почитаем активизм, он есть, он есть везде, проходят протесты. Если вы почитаете инстаграмы и твиттеры современных потомков аборигенов Австралии, это все там есть, это очень активно обсуждается. Люди страдают от системного расизма, как и в Штатах, на уровне дискриминации в обществе, дискриминации на рабочем месте и так далее. Это все рассказывается, это все описывается в книгах, в том числе и в эпизодах, которые описывают в настоящее время. И другой аспект настоящей ситуации это пропасть между европейцами, европейскими жителями Австралии сейчас и жителями аборигенского происхождения, пропасть в здравоохранении, пропасть в образовании. До сих пор, если ребенок аборигенского происхождения получает какую-нибудь, например, магистрскую степень в университете, очень большая вероятность, что мы про это в новостях прочитаем. То есть это еще не само собой разумеется. Дети до сих пор очень многие не умеют читать, писать, и над этим, конечно, работают очень много правительственных и внеправительственных программ, направленных на сужение этой пропасти между уровнем образования детей, европейцев и аборигенов, поднятием уровня медицинского обслуживания, особенно в удаленных регионах, где люди живут на поселениях, и там медицинской помощи такой, как получаем мы в городах, например, ее там просто нет. Ну вот над этими направлениями правительство постоянно работает и выпускает отчет, по-моему, даже ежегодный, он называется closing the gap, закрывая пропасть. Каждый год он выпускает этот отчет, где отчитывается о том, насколько процентов по каждой области пропасть сузилась. Но проблема, конечно, большая, существует на самом деле. И вот про это все, если это все интересно, то вот эти автобиографии, это прекраснейший ресурс. Даже прочитав одну, можно узнать о том, как это все было, почему и что сейчас происходит. Я только поясню чуть-чуть. Дело в том, что Катя давно уже достаточно живет в Австралии, ее такая временная эмиграция в Люксембург, она такая, ну, носит такой ограниченный характер. А вот как в Квинсленде или в Брисбене где-то там жила, вот чувствовалось это на бытовом уровне в повседневной какой-то жизни? Или они такие вот живут в ограниченных каких-то локациях? Да, дело в том, что люди, вот мы сказали, что там 3% населения имеют корни аборигенов. На самом деле зачастую вы даже не узнаете, что у этого человека корни, что у него есть аборигенское происхождение, потому что из поколения в поколение, если это смешанные семьи внешне, и на этом основаны очень многие моменты в этих книгах. Люди пишут, что их расстраивает, справедливо расстраивает, когда кто-то им говорит, ты абориген, а почему ты такой белый? То есть для них это опять же возвращение колонизации. Почему вы считаете, что я должен быть темнее, если я считаю себя аборигеном, если у меня аборигенские корни? Люди, конечно, гордятся своим происхождением, но зачастую мы просто не знаем об этом. И для меня, поскольку я не абориген, конечно, я не сталкивалась с этим напрямую, я не знаю, у меня нет такого опыта, чтобы о чем-то таком рассказать. А живут они в городах очень многие, есть поселения, есть удаленные поселения, конечно, есть резервации, те резервации, которые были основаны еще давно, они до сих пор существуют, просто контроль не тот, как был в период ассимиляции, но до сих пор там, например, стоят знаки, сюда алкоголь не ввозить, под запретом большие штрафы, сюда нельзя алкоголь ввозить, то есть контроль государства еще существует. и в городах, большинство живет в городах, работает рядом с другими. Ответила, Надя, на твой вопрос? Да, спасибо, Кать. Вернулся Никита, Никита, вопрос. Вы поднимали руку еще недавно. К сожалению, не слышно ничего. Да, извините, у меня микрофон случайно был выключен. Я хотел задать вопрос, вот в других странах с аборигенным населением, как, например, Соединенные Штаты или страны Южной Америки, есть такое явление, как, ну, специальные деревни, где пытаются реконструировать как бы быт аборигенного населения и возят туда туристов. Есть ли в Австралии что-то подобное? И если есть, насколько это популярно? Да, есть такое. Но я не знакома с тем, как это делается в США или в Южной Америке. В Австралии есть регион в центре континента, это Северная Австралия, северные территории, и посередине Австралии стоит огромная ну, гора, не гора, такое образование, ландшафта, которая красного цвета, Красная гора, Красный камень называется. И поскольку вся северная территория, они исторически сейчас самое наиболее населенное аборигенами место в Австралии, вот эти центральные земли, то там как раз и центр туризма, связанного с аборигенскими культурами. И вот к этому Красному камню ездят, конечно, очень много туристов, и это, ну да, это, наверное, способ заработка на туризме для многих. Там проходят культурные мероприятия, которые сами аборигены проводят, то есть там можно познакомиться с их танцами, песнями и традициями, они проводят экскурсии по национальному парку, то есть рейнджеры, которые там работают, они продолжают заботиться о своем континенте, они продолжают рассказывать истории, связанные с ним и так далее. И этот, например, этот Красный камень, на него много десятилетий поднимались европейцы как, ну, как развлечение. Там была провешена цепь до вершины, и вы можете себе представить, посередине континента там никаких источников воды особо нет, там жара, и особенно летом там достигает 40 градусов больше, и вот люди, которые туда поднимались, были случаи смертельного исхода, и в итоге, ну, и плюс это очень святое для аборигенов место, и они очень долго боролись за то, чтобы запретить подниматься туда, и вот несколько лет назад запрет такой действительно был введен в силу, и теперь туда нельзя подниматься. Но туризм вокруг всего этого камня, он до сих пор есть, люди ездят. Следующий вопрос Ксения задаст, Ксения Рыбчевна, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо за интересный доклад, и во время доклада я, возможно, не до конца поняла или осознала корреляцию между гендером и самоопределением себя как аборигена, это было на одном из слайдов, потому что если в том, как относились европейцы определяли абориген, человек, относится он к аборигенам или нет, это кожа и кровь, а здесь они определяют себя по гендеру, я не совсем поняла, грубо говоря, впечатление себя к аборигенам зависит от какого-то определенного гендера или ориентации. Да, спасибо, Ксения, за вопрос, там, наверное, просто не совсем было четко на слайде, я не очень хорошо это пояснила, на самом деле там речь шла не о том, что они себя определяют как аборигена, через гендер, а о том, что для них там было вычисление слов, которые наиболее близко были расположены к слову identity, идентичность, то есть это была не обязательно аборигенская идентичность, а в целом, как человек себя определяет, и самое близкое к этому слову было слово aboriginality, то есть определение себя как аборигена, но помимо этого, безотносительно к этому, они еще себя определяли как через культуру, через общую культуру, то есть культурная идентичность, и они себя, кроме всего прочего, определяли через гендер, я женщина, я мужчина, и так далее, то есть это не было связано с тем, что они себя определяют как аборигена через пол, они просто себя могут определять не только как аборигена, но и как и человека определенного гендера. Спасибо. Надеюсь. Саша, пожалуйста, задавайте вопрос ваш. Да, у меня был такой вопрос в этих 93 книгах, в 93 книгах получается была информация про то, как детей от них понимали, получается, как отправляли европейцы на обучение и то, чтобы они, так сказать, ассимилировались европейцами. То есть было достаточно много, чтобы прямо это выделить, этот момент. Да, конечно, это было, я сейчас не скажу, не назову цифру, это были тысячи-тысячи детей, и эта практика, представьте себе, продолжалась с 1909 по 60-е или даже 70-е годы 20-го столетия, это были тысячи детей, и это огромный пласт общества, который был перемещен вот таким образом, и он сейчас называется украденным поколением, украденное поколение, stolen generation по-английски, и это поколение, это, конечно, травмированное поколение, если почитать эти книги, если почитать другие истории, был издан в 90-х годах отчет правительственный, была правительственная комиссия, которая провела официальное расследование, интервьюировала огромное количество этих людей, которые выросли уже, которые рассказали о всех этих своих, поделились воспоминаниями официально в этих интервью, и это шокирующие, шокирующие истории о том, как они подвергались насилию в своих приемных семьях, там было очень много всего очень такого травматичного, и да, это огромное количество детей, поэтому все время австралийские аборигены ждали, что правительство однажды извинится перед ними за вот эту политику ассимиляции, но это произошло только в 2012 году, то есть совсем недавно, меньше чем два десятилетия назад, премьер-министр официально извинился, это называется National Apology сейчас, это было знаковое явление в истории, когда премьер-министр вышел перед людьми Австралии и сказал, мы просим прощения, мы приносим, нам очень жаль, что так все было, но сейчас ничего поделать нельзя, все эти люди, их поколение все травмировано, и все, что мы можем сейчас сделать для них, это попытаться восстановить справедливость и как-то внести свой вклад в примирение. И как раз один из тематических наборов в веб-архиве ТРОВ в Национальной Библиотеке Австралии, он как раз посвящен, там тем таких очень мало, буквально десяток, и одна из самых больших это тема National Apology. так, еще у нас есть вопрос от Никиты, Никита. У меня возник такой вопрос, очень часто у многих таких традиционных культур идентичность строится вокруг племени, условно, к которому человек принадлежит, и вы показывали вначале карту расселения коренных племен Австралии, но вашим исследованием вы говорите, что в основном коренные австралийцы идентифицируют себя через термин абориген. Почему они не идентифицируют себя как представителя того или иного племени, допустим? Почему это не так сильно распространено? Спасибо, Никита. Отличный вопрос, и дело в том, что здесь нужно разделять распространено это или нет, и то, как модель это увидела. И проблема моей модели в том, что корпус достаточно маленький, и если, скажем, из моих 93 книг в 5 или в 6 книгах автор пишет, я, я сейчас не приведу пример, я, например, член вот этого общества, вот этого племени, а еще 10 там напишут, а я, они всегда, они всегда в каждой книге себя определяют через племя, это без сомнений, если вы откроете любую книгу, в большинстве из них первые строки будут меня зовут, я вот из этого племени, это всегда, они себя до сих пор так определяют, для них это очень важно, но модель это не зафиксировала, просто потому, что недостаточно вводных данных, ей этого недостаточно было, чтобы выделить, что авторы всегда говорят, я к этому племени принадлежу, потому что они все принадлежат к разным племенам в большинстве случаев, вот исключительно поэтому модель не выделила эти названия племен, а так они есть, только ближнее чтение, внимательное чтение позволяет это выделить, поэтому, когда мы такие корпусные исследования проводим, важно не только полагаться на алгоритмы, но еще ближнее чтение добавлять в глубокий анализ. А у меня еще такой вопрос, точнее целая серия вопросов, которые касаются создания самого корпуса и вот самый общий, какие предвзятости, biases ты сама выделила в формировании корпуса, а второе связано с этим вопрос, насколько повлиял, мог повлиять фактор социального статуса человека, который писал автобиографию, потому что это явно не какой-то рядовой член племени, а уже на новом витке своего развития. Сейчас запишу до конца. Так, первый вопрос про предвзятости в формировании корпуса. Отличный вопрос, очень важный. Да, предвзятости, конечно, были. Какие были предвзятости? Во-первых, я не могу сказать, что этот корпус, он репрезентратился репрезентративный, то есть я не могу проецировать выводы, которые я сделала на весь корпус, потому что он не был случайной выборкой. Я только получила книги, которые я могла получить из библиотеки. Я запрашивала все там 300, но я на какие-то получила ответ нет, на каких-то нет в европейских библиотеках и так далее. То есть я из этих 300 опубликованных только 93 смогла получить и не случайным образом. Это не был генератор случайных чисел. Кроме того, да, действительно, я не исследовала, скажу сразу, социальный статус всех авторов. Конечно, там есть и знаменитые авторы. Например, там есть спортсменка, которая победила на Олимпийских играх. Она была за Австралию аборигенского происхождения. Она написала о своем пути спортивном. Есть и футболист, который подвергся недавно российским высказываниям на матче. Есть знаменитые люди, которых вся Австралия, скорее всего, слышала. Есть люди, про которых мало кто слышал. Многие из этих авторов, они активно участвуют в протестах. То есть они на слуху, их имена на слуху. И вопрос в том, как они добились публикации своих книг. В 50-е, 60-е, 70-е годы ситуация была другая. Было сложнее опубликовать книги. Сейчас уже есть издательства, которые специализируются только на издании книг, авторами которых являются аборигены. То есть сейчас ситуация демократизируется. Любой, наверное, может, если он докажет свою принадлежность к аборигенам, а есть такие способы доказания, то книга может быть опубликована. Плюс онлайн-ресурсы. Сейчас любой может присоединиться к различным онлайн-проектам и опубликовать такие автобиографии онлайн. Сейчас становится в этом плане проще. Повлияло ли это на контент, на содержание книг? Я не знаю. Наверное, как-то повлияло. Но в принципе все сейчас говорят на английском языке, книги написаны на английском языке. Интересный вопрос. Наверное, было бы интересно сопоставить. Еще вдогонку тогда, почему именно автобиографии? И смотрела ли ты какого-то другого рода источники, типа дневников? Дневники? Нет, не смотрела, но на самом деле почему автобиография? Мне показалось, что это отличный исторический источник сейчас, особенно когда мы смотрим на постколониальную литературу. Почему они начали писать? Они начали писать в ответ на притеснение, то есть это был их ответ европейцам. Мы сейчас притесненный народ, но мы освоили язык притеснителей, колонизаторов настолько, что мы можем сейчас им ответить на это. И мы можем написать альтернативную историю, отличную от той, которую европейцы пишут. А европейцы, как известно, историю пишет победитель. И австралийская история была написана победителями. И в этой истории, написанной европейцами, аборигены либо игнорировались, либо были представлены так, как было удобно европейцам, как недолюди, которых нужно ассимилировать, либо за которыми нужен контроль, иначе они не выживут, так считалось в истории. Поэтому, когда пришла пора этих протестов, аборигены начали писать в ответ, они начали писать свою историю, рассказывать, как на самом деле с их точки зрения все было. Поэтому для меня это был прекрасный исторический документ. Несмотря на то, что считается часто, что автобиография это фикшн, что это художественное произведение, когда мы смотрим на постколониальную автобиографию, это не фикшн, это далеко не художка, это исторический документ. Даже если там есть немножко субъективности какой-то, это все равно история. Поэтому мне с этой точки зрения было интересно на них посмотреть. Ну, вообще, это очень, мне кажется, сложный вопрос относительно того, каким образом проводить критику источника, когда этих источников много, да, и на какие вопросы обращать внимание в первую очередь. Вот для меня это, ну, например, не так очевидно, да, хотя очевидно, что эта критика должна осуществляться. и тут мне интересно даже та методология, которая используется вот для этих целей. Потому что одно дело, когда ты работаешь с какой-то одной книгой, если у тебя целый корпус, да, как понимаете, насколько он... Да, дело в том, что когда мы сделаем корпусные исследования, мы никогда не останавливаемся только на корпусном исследовании. То есть вот то, что я провела, это только... я считаю, это начальная точка, это должно быть начальной точкой. Я никому бы не рекомендовала сказать, что вот, то, что я сделала, это 100% результат. Это только начальная точка для более глубокого исследования, для внимательного чтения этих источников. То есть мы берем сейчас вот это все. Ага, почему здесь все-таки гендерное разделение? Давайте почитаем эти книги. И эти книги должны быть прочитаны и просмотрены именно примеры использования в тексте этих слов. Вот я так это вижу. То есть это отправная точка для более подробных исследований текста для интерпретации. А у тебя в инструментарии есть... Но мы не можем посмотреть... конкорданции, например. Конкорданции, да. Есть, есть, есть... Есть такой софт называется AntConc. Не знаю, знакомые ли вы, нет. Я его использовала. Да, вот я его использовала активно на последних стадиях, конечно, когда я смотрела на вот этих соседей, например, я брала этих 10 ближайших соседей к слову, и каждая я смотрела, как они в тексте используются. Какие-то я отсекала, потому что они были нерелевантны, но какие-то исследовала именно на уровне использования в реальных предложениях. Смотрела, что автор имел в виду, имел ли он в виду то, что я думаю он имел в виду и так далее. Конечно, это было... Они шли бок о бок вот эти два метода у меня, и я считаю, так и должно быть. Как минимум, так и должно быть. Как минимум, должен быть параллельный анализ на уровне высказываний, параграфов. А вот еще такой вопрос. Я знаю, что ты проводила серию предварительных экспериментов с использованием разных инструментов. Что тебя больше всего удивило, может быть, или какие эксперименты показались тебе удачными, ну, или не настолько удачными, чтобы продолжить именно с ними работу? Сейчас я задумалась, что я еще делала помимо... А, да, было дело. В начале пути я экспериментировала с моделированием, как это называется, тематическое моделирование, topic modeling. Я пробовала это. Вообще, была изначальная идея моего докторского проекта именно topic modeling делать. Но потом у меня все это как-то затормозилось, и я потеряла интерес, потому что корпус у меня все-таки не статьи газетные, а огромные книги. И topic modeling, он не позволяет качественно такое исследование произвести. Ну, да, я узнаю, что вот в этой книге возможно вот такие темы, вот в это вот такие, но topic modeling берет слова без учета их порядка. То есть, когда у тебя книга в тысячи слов, а анализируется просто каша слов во всей книге без учета их порядка в предложениях, то я подумала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Наверное, все-таки этот метод не подходит для анализа таких больших книг. Возможно, если бы я хотела его использовать, этот метод, мне нужно было разделить книги на параграфы, скажем, или даже на главы, и тогда я бы могла сказать, хорошо, вот эти главы больше о, я не знаю, про работу, вот эти главы больше про традиции и так далее. Но это как-то не была цель моего исследования. Я все-таки хотела больше узнать про корпус в целом. И вот тогда я узнала про WorldVac, и мне стало интересно. Мне показалось, что это более подходит. Так, друзья, есть еще вопросы? Мне вообще кажется, что вот это такого рода исследование и возможности его трансформации под влиянием каких-то внешних факторов, это здорово, потому что часто бывает так, что сперва структура жесткая или там давлеет на тебя какую-то необходимость выбора какого-то определенного инструментария, когда есть определенная гибкость, и ты свободен в этом плане, то это просто, не знаю, мечта какая-то исследователя. Ну, на самом деле, в докторских работах так часто бывает, что у тебя тема меняется и методы меняются по мере того, как ты работаешь над объектом. По крайней мере, у нас так. Когда у меня начиналась докторская, мы только определили в целом, над какими текстами я буду работать, и что это будет связано с дистрибутивной семантикой. А какой метод я выберу, в общем-то, это было уже вторично. А сами австралийские баригены, они как-то интересуются подобного рода исследованиями? Не было у тебя такого запроса? Был. У меня есть до сих пор. Я встречалась с исследователями в Австралии, и меня уверили, что да, такие исследования интересны. Я общалась с одной из авторов книги в моем корпусе. Цитату, которую я, в общем, привела на втором слайде, Анита Хайс, она активист, она автор, она профессор в университете Квинсленда, и довольно активна в социальных сетях. И я с ней встретилась, просто сказала ей, вот я делаю такое исследование, она меня благословила на это, то есть она сказала, что да, действительно интересно, почему бы и нет. Вообще, есть этика исследований, связанных с наследием культурным аборигенов. Я еще не совсем понимаю, насколько меня это касается, но считаю с моей точки зрения, что касается, и, конечно, когда работа будет завершена, я хочу поделиться хотя бы с ней, например, своим исследованием, как с представителем народов, и вот узнать, что она про это думает, потому что, мне кажется, это все-таки в первую очередь это направлено, ну вот я сейчас вам рассказала, я рассказываю многим другим, это влияет на то, как люди в мире представляют себе аборигенские народы Австралии, их культуры, и узнают больше про историю, мне кажется, это в первую очередь важно, что такие исследования, они улучшают уровень, повышают уровень осведомленности людей, просто о ситуации, об истории. Ну вот у меня в голове, например, сидит какая-то, ну, я знаю, что ты пишешь там труд, да, на эту тему, вольюм, но мне кажется, что может быть какой-то дополнительный ауткам, как говорится, связанный с созданием виртуальной выставки, сайта какого-то проекта, вот прямо, чтобы можно было посмотреть, прочувствовать, и какое-то, вот даже есть направление в DH, связанное с травмой, посттравматическим синдромом, применением IT вот к этой области, плюс там медийная составляющая, когда делаются такие публично доступные ресурсы, которые способны говорить сами за себя, вот мне кажется, это было бы, не знаю, просто супер. Да, я согласна с тобой, очень просится такой ресурс, и я очень хочу сделать, я надеюсь, что у меня будет время до окончания моей работы, как минимум, вот этот прожектор, Embedding Project, очень просто его опубликовать, просто его внедрить в какую-нибудь веб-страницу, чтобы люди могли поиграть с этой моделью, а там все элементарно, там, если эту модель вот так вот визуализировать, вы просто можете ввести любое слово и посмотреть ближайшие к нему слова, покрутить эту модель, посмотреть, как она устроена и так далее, это уже само по себе интересно. В идеале, конечно, я хочу создать ресурс, где я бы рассказала и про корпус, и про создание его, и про книги, которые туда включены и так далее, очень, мне бы было очень интересно, и это был бы действительно очень такой хороший аутпут всего этого. И однажды Digital Humanities в Австралии проснется от сна, связанного с пандемией, и будет возможность показать там свои результаты тоже. Кать, ну в любом случае, я желаю тебе успеха в написании труда, в завершении своего исследования. Мы всегда понимаем, когда работаем с какими-то проектами, что это далеко не конец, что это только начало, и впереди есть много-много разных возможностей и развилок. Вот я желаю тебе, чтобы вот этот путь был для тебя приятен, если не сказать легок. Так, еще у нас Никита хочет что-то спросить или комментарий какой-то дать. Ребята, да, кстати, если есть какие-то комментарии, пожелания, предложения, вопросы, вы тоже можете, не стесняясь, это сделать. Никита. Вот вы говорили про исследователя, получается, к корену Австралийку, с которой вы общались. А у вас был какой-то опыт общения внеакадемического, так сказать, с коренными австралийцами или вот такой повседневный опыт общения с ними. Может, есть какие-то особенности в их поведении, которые вы бы могли подметить и рассказать? Да, к сожалению, к сожалению, нет, на самом деле нет. Несмотря на то, что я прожила в Австралии семь лет, все-таки это не так много, на самом деле. У меня всегда была и учеба у меня там была, и работа у меня была там такая окруженная европейцами. И я бы очень, конечно, хотела, чтобы у меня был в окружении такой человек и не один, но вот лично с ними я не встречалась. То есть я, конечно, знаю, что они вокруг и они везде, но у меня в друзьях, скажем так, таких людей не было, очень было бы интересно. Но с другой точки зрения, да, я не хочу на этом акцентировать внимание, то есть я не хочу искать с них специально и дружить с ними, активно искать. Надеюсь, что когда-нибудь на моем пути они встретятся естественным образом. Но опять же... Это наблюдение. Да, я работала, нет, я работала с одним, ну, не напрямую работала, мы сотрудничали с университетом и был там человек, да, был человек происхождения аборигенов и... Но никаких особенностей нет. Нет, такие же люди, как и мы, ничего особенного, несмотря на то, что их поколение пережили что-то такое. Конечно, они с вами не будут при первой встрече про это говорить, я уверена. Вот в чем дело. Поэтому... Это так, у каждого из нас есть свое собственное происхождение, свой бэкграунд, свои тараканы и мы с ними... Мы о них не говорим с неблизкими друзьями. Может быть, если бы я с ним общалась более дольше, если бы я общалась с ним дольше, может быть, это в столу лоба когда-нибудь. Но мы участвовали в выставках, посвященных аборигенам и их истории, культуре и пропагандировали там они образование для детей аборигенов. Конечно, если бы я подошла к нему на этой выставке, возможно, в результате мы на какие-то темы бы поговорили связанные с этим. Но, да, надеюсь, ответила. Да, часто бывает такое личное, которое в академической среде или даже неакадемической среде задавать бывает просто неэтично какие-то вопросы. Ну да, да, да. Так, друзья, еще какие-то есть вопросы? Нет? Мне кажется, что наше сегодняшнее с вами занятие, открытая лекция прошла, ну, фантастически интересно. И я думаю, что пусть там вопросы этики там мы какие-то не раскрыли, да, не обсудили еще, может быть, что-то. Но, тем не менее, мы легко можем говорить на вопросы, связанные с digital humanities. И это просто здорово. А еще здорово, что к нам бывают, приходят такие замечательные гости. Кать, спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, друзья, вам большое. Мне было безумно интересно поговорить. У меня вообще такое ощущение, что я только что защитила свою диссертацию. Такие вопросы потрясающие были. Так что я все записала. Очень интересно было, очень интересные вопросы. Вам тоже желаю всего хорошего. У нас есть такой термин, называется предзащита. Вот это была она. Точно, спасибо. Это было очень полезное упражнение.